Вопрос к идее, как рождается сущность человека. Ну, сущность человека не рождается как таковая. В принципе, есть, можно сказать, определенный вариант. Опять-таки, в книге «Сущный разум», кажется, второй том, я подробно описываю процесс, именно как может появиться сущность человека. Но, в принципе, этот процесс не так вот что-то. Раз родился сущность человека, сразу. Идет постепенное развитие живой материи, до тех пор, пока не возникает организация материи, которая возникает, организация подобная сущность человеческой разумной жизни и, соответственно, сущность человека как следствие того, что мы носить этого разума. Развитие сущности, это занимает миллиарды лет, пока пройдет, к тому возникнет уровень сущности подобной человеческой. Но, вот многие задают вопрос, вот если Землю засели инопланетяне, что является фактом, который никто не может опровергнуть, хотя замалчивать. Но, вопрос, где же взялось столько миллиардов, сейчас сколько миллиардов, откуда взялось столько сущностей? Ну, во-первых, когда заселяли планету, естественно, это прекрасно понимали. И очень много сущностей поместили, пока еще свободные, на другие уровни, чтобы при воплощении, то есть при зачатии возникали условия, чтобы они могли войти. Это первое. Второе, вот сущность разума подробно писала механизм. Когда, особенно сущности молодые, еще не развитые или еще не развитые, то есть старые сущности, но очень которые не развились, когда они воплощаются, вот начальные моменты развития, когда сущности еще не реализовались полностью, но потенциал огромнейший, возникает дублирование сущностей. Так же, как дублирование клеток, вот только на другом уровне качественном. И во время сна вот эта сдублированная сущность уходит и на тот уровень ждет воплощение. К тому же, вот не задумывались, вот вы знаете, что есть двойники, люди, да? Ну, людей, двойников, людей знаменитых, известных, многие знают, что они есть. А, в принципе, у каждого человека есть двойники. Они задумывались, каким образом возникает у разных родителей совершенно, разнесет двух от двух на легкие расстояния, появляется ребенок, который точная копия другого человека, который появился в совсем другом месте. И таких не один человек может быть. Только должна быть более похожая генетика, ну, конечно, если в черную генетику войдет сущность белого, оно, естественно, не будет. Оно может быть выглядеть, как двойник, но будет чернокожей. Но появляются люди, которые как две капли воды похожи. Вот это влияние сущности, которое из генического материала строит в себе новое тело. Каждый раз новое тело строится. Вот именно поэтому и возникают двойники, что происходит дублирование сущностей, пока идет, особенно в молодом возрасте, до 15-16 лет, очень много выбрасывают двойников. Потенциала много, он не расходуется. И вот насыщение и дублирование сущностей. И таким простым образом идет заполнение даже тех сущностей, которых не хватает. То есть никаких противоречий нет. Просто для этого нужно понимать цельно весь механизм того, что происходит в живой природе. И природа гораздо проще, прекраснее и сложнее одновременно. Просто для этого нужно открыть глаза и научиться наблюдать, что происходит, и задавать вопросы. Потому что нас здесь и как в большинстве случаев отучили? Заткнись, да? Тебе еще рано. Лучше не спрашивай. Всему свое время. И так далее. И когда время приходит, уже никто не задает вопросов. К сожалению. А ведь, наверное, каждый из нас в детстве задавал вопросы. А вот почему вот это? И редко кто из родителей достаточно был мудрый, чтобы не подавлять ребенка в этом возрасте, а заставить его думать самостоятельно. Это, к сожалению, редкость. Поэтому, вот если мы сохраним детскую чистоту восприятия, значит, идиоты. Я считаю, что если взрослый человек сохранит чистоту ребенка в себе, это очень прекрасно. Потому что ничего хорошего, кроме чистоты ребенка, добавить в него не получается. Потому что то, что сейчас существует, что может добавить только? Мерзость, правильно? А что? Не так? Кто не согласен? Значит, можно убивать, грабить, предавать, чтобы себе сделать лучше. Это то, что человек получает сейчас в социуме, которое окружается его, да? Делай это, и тебе будет хорошо. Тебе плевать на остальных. Ребенок так, как я говорю, не экономистит. Правильно? Правильно. Так что же лучше? Иметь чистоту ребенка, но не быть дураком в каком-то плане, понимаете? Или стать взрослым в кавычках и приобрести все эти умности. Потому что социальный организм, который сейчас навязан в нашей стране не только, это паразитический организм социальный, который ничего хорошего вырастить из человека не может. И человек, чтобы сохраниться человеком, должен идти против течения. Иначе он превратится в монстр. Так вот давайте, чтобы мы с вами не стали монстрами. Это очень важно. Следующий вопрос.